Читаю вторую книгу царств, третью главу. И была продолжительная распря между домом Сауловым и домом Давидовым. Давид все более и более усиливался, а дом Саулов более и более ослабевал. И родились у Давида сыновья в Хевроне. Первенец его был Амнон от Ахиноамы из Реелитянки, а второй сын его Далуия от Авигеи, бывшей жены Навала, кармелитянки. Третий Авессалом, сын Маахи, дочери Фалмая, царя Гессурского. Четвертый Адония, сын Агифы. Пятый Сафатия, сын Авиталы. Шестой Иефераам от Эглы, жены Давидовой. Они родились у Давида в Хевроне. Когда была распри между домом Саула и домом Давида, то Авенир поддерживал дом Саула. У Саула была наложница по имени Рицпа, дочь Айя. И сказал Ивасфей Авениру, зачем ты вошел к наложнице отца моего? Авенир же сильно разгневался на слова Ивасфея и сказал, разве я собачья голова? Я против Иуды оказал ныне милость дому Асаула, отца твоего, братьям его и друзьям его, и не предал тебя в руки Давида, а ты взыскиваешь ныне на мне грех из-за женщины? То и то пусть сделает Бог Авениру и еще больше сделает ему. Как клялся Господь Давиду, так и сделаю ему. Отниму царство от дома Саула и поставлю престол Давида над Израилем и над Иудою, от Дана до Версавии. И не мог Ивасфей возразить Авениру, возразить Авениру, ибо боялся его. И послал Авенир от себя послов к Давиду, сказать, чья это земля? И еще сказать, заключи союз со мною, и рука моя будет с тобою, чтобы обратить к тебе весь народ израильский. И сказал Давид, хорошо, я заключу союз с тобою, только прошу тебя об одном, именно, ты не увидишь лица моего, если не приведешь с собою Мелхолы, дочери Саула, когда придешь увидеться со мною. И отправил Давид послов к Ивасфею, сыну Саулову, сказать, отдай жену мою Мелхолу, которую я получил за сто края обрезаний филистимских. И послал Ивасфей, и взял ее от мужа, от Фалтия, сына Лаишева, пошел с нею и муж ее, и с плачем провожал ее до Бахурима. Но Авенир сказал ему, вступай назад, и он возвратился. И обратился Авенир к старейшинам израильским, говоря, и вчера, и третьего дня вы желали, чтобы Давид был царем над вами. Теперь сделайте это, ибо Господь сказал Давиду рукою раба моего Давида, я спасу народ мой Израиля от руки филистимлян и от руки всех врагов его. Тоже говорил Авенир и вениамитянам, и пошел Авенир в Хеврон, чтобы пересказать Давиду все, чего желали Израиль и весь дом вениаминов. И пришел Авенир к Давиду в Хеврон, и с ним двадцать человек, и сделал Давид пир для Авенира и людей, бывших с ним. И сказал Авенир Давиду, я встану и пойду, и соберу к господину моему царю весь народ израильский, и они вступят в завет с тобою, и будешь царствовать над всеми, как желает душа твоя. И отпустил Давид Авенира, и он ушел с миром. И вот слуги Давидовы с Иоавом пришли из похода и принесли с собой много добычи. Но Авенира уже не было с Давидом в Хевроне, ибо Давид отпустил его, и он ушел с миром. Когда Иоав и все войско, ходившие с ним, пришли, то Иоаву рассказали, приходил Авенир, сын Ниров, к царю, и тот отпустил его, и он ушел с миром. «Пришел Иоав к царю и сказал, что ты сделал? Вот приходил к тебе Авенир, зачем ты отпустил его, и он ушел? Ты знаешь Авенира, сына Нирова? Он приходил обмануть тебя, узнать выход твой и вход твой, и разведать все, что ты делаешь». И вышел Иоав от Давида и послал гонцов вслед за Авениром, и возвратили они его от колодезя Сира без ведома Давида. Когда Авенир возвратился в Хеврон, то Иоав отвел его внутрь ворот, как будто для того, чтобы поговорить с ним тайно, и там поразил его в живот. И умер Авенир за кровь Осоила, брата Иоава. И услышал после Давид об этом и сказал, невинен я и царство мое вовек пред Господом в крови Авенира, сына Нирова. Пусть падет она на голову Иоава и на весь дом отца его. Пусть никто не остается, пусть никогда не остается дом Иоава без семени точивого или прокаженного, или опирающегося на посох, или падающего от меча, или нуждающегося в хлебе. Иоав же и брат его Авесса убили Авенира за то, что он умертвил брата их Осоила в сражении у Гаваона. И сказал Давид Иоаву и всем людям, бывшим с ним, разделите одежды ваши и оденьтесь во вретище и плачьте над Авениром. И царь Давид шел за гробом его. Когда погребали Авенира в Хевроне, то царь громко плакал над гробом Авенира, плакал и весь народ. И оплакал царь Авенира, говоря, смертью ли подлого умирать Авениру? Руки твои не были связаны, и ноги твои не в оковах, и ты пал, как падают от разбойников. И весь народ стал еще более плакать над ним. И пришел весь народ предложить Давиду хлеба, когда еще продолжался день. Но Давид поклялся, говоря, то и то пусть сделает со мной Бог, и еще больше сделает, если я до захождения солнца вкушу хлеба или чего-нибудь. И весь народ узнал это, и понравилось ему это, как и все, что делал царь, нравилось всему народу. И узнал весь народ и весь Израиль в тот день, что не от царя произошло умершвление Авенира, сына Нирова. И сказал царь слугам своим, знаете ли, что вождь и великий муж пал в этот день в Израиле? Я теперь еще слаб, хотя и помазан на царство, а эти люди, сыновья Соруи, сильнее меня. Пусть же воздаст Господь делающему злое по злобе его.